От пациентки. Во время УЗИ в проекции правого яичника обнаружено опухолевое неоднородное образование, а также инородное тело высокой плотности в правых отделах малого таза. Хирургических вмешательств не было, только родовое кесарево сечение. Для верификации диагноза выполнено КТ с пероральным контрастированием. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 57 лет. Дата исследования – 5 февраля 2021 года. Область исследования – малый таз, при мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов малого таза, область входа в малый таз не изменена, видимые участки кишки интактны, убедительных данных за наличие локальных утолщений стенок кишки не получено. В просвет тонкой кишки, в зоне сканирования, определяется контрастный препарат, данных за наличие патологических сужений не получено, в толстой и прямой кишке контраста нет. Мочевой пузырь содержит до 230 мл мочи, стенки его тонкие, ровные, в просвете пузыря патологические образования и включения не выявлены. Паравизикальная клетчатка интактна, мочеточники, в зоне сканирования, не расширены, матка ВАФ, размером 40 на 35 на 46 мм. Миометрий диффузно неоднороден, полость матки не расширена, шейка матки не увеличена, цервикальный канал сомкнут. Правый яичник представлен же содержащим, инкапсулированный образованием размером 65 на 63 на 66 мм, контур его ровный, четкий, капсула хорошо прослеживается, толщиной до 2-3 мм. Левый яичник размером 23 на 17 на 16 мм, фолликулы достоверно не визуализируются, по правому флангу, на уровне Л5С1 металлическое включение диаметром 6 мм, скобка, заключение, КТ-картина образования правого яичника, более вероятно тератома. Диффузные изменения миометрия, рекомендована консультацией гинеколога, 11 марта доцент кафедрик, МН, Котов МА. Комментарий врача-рентгенолога. В правом яичнике у вас образование, достаточно крупное, по своим КТ-признакам, это скорее всего тератома, доброкачественное образование, в капсуле, которое имеет смысл удалить. Наблюдать его смысла нет. Вам нужно к гинекологу решать вопрос об удалении опухоли. Металлическое включение есть, оно небольшое, что именно это сказать сложно, наиболее вероятно, при кесаревом сечении наложили скобку на сосуд. Но какого-то значения это включение не имеет. Металлическое включение не имеет. Металлическое включение не имеет. Металлическое включение не имеет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok